Радио Болтком Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит, боже мой Все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Болтком Ходите на концерты классической музыки? Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Елена Привалова Каждый раз слушаю эту заставку, уже хочется изменить ее Ну как ходить на концерты классической музыки? Только остается пока слушать ее онлайн Но, кстати, не везде такая ситуация В России очень много играет И у нас сегодня в гостях органистка Мария Мохова, которая родилась в Нижнем Новгороде Там же обучалась в консерватории А сейчас живет в городе Хельдельберг и преподает в высшей школе музыки Здравствуйте, Мария Здравствуйте, Елена Мария, как у вас? Пандемия или все-таки играете, учите, преподаете? У нас пандемия, к сожалению Я сейчас слушала тоже заставку, знаете, у меня прямо мурашки по коже Потому что что-то такое, почему очень сильно соскучился И что пока невозможно никак делать То есть у нас, к сожалению, пока все концерты отменены полностью Театры закрыты, церкви закрыты И преподаем мы только либо онлайн Либо, если втихаря, со студентами встречаться Что мы тоже иногда делаем Но, к сожалению, пока все только очень подпольное И этого, конечно, очень не хватает Раньше были подпольные встречи с инакомыслящими Встречались с джазовыми музыкантами в Советском Союзе А сейчас подпольно встречаются с учениками, чтобы передать свое мастерство Здесь в религии тоже такое бывает Ты когда напросишься в какой-нибудь церковь позаниматься И потом сначала ученик тихонько проходит в церковь Потом преподаватель И никто никого не видит, чтобы никто никого не заметил И вот так все и занимаются Мария, как вы оказались в Хильдельберге? Сначала вы учились, я прочитала вашу биографию В 6 лет вы пошли учиться на фортепиано В 11 лет, и мне кажется, это достаточно редко Чтобы в 11 лет уже начинали играть на органе Вернее, давайте начнем не с Хильдельберга Как вы пришли к органу именно в 11 лет? У многих это происходит гораздо позже Лишь сейчас дети уже могут начинаться в музыкальной школе учиться на органе Да, вы знаете, когда мне было 11 лет Еще ни о каком обучении детей органу речи не шло Мне просто очень повезло, что я практически родилась в консервантском В Нижегородской, потому что моя мама там работала много лет По какому классу? И, как тоже часто бывает, детей увлекает какой-то человек То есть какая-то инспирация происходит И вот тогда в Нижнем Новгороде органным классом заведовала Совершенно замечательная и незабываемая органистка Галина Ивановна Козлова О которой вы тоже наверняка очень много слышали Конечно, конечно Это такая легенда, можно сказать, российского органа И тогда она руководила органным классом И там была совершенно особенная атмосфера То есть это было нечто гораздо большее, чем просто занятие по органу Там была замечательная атмосфера Студенты собирались на праздники, отмечания католического Рождества Пекли пироги, пели органные хоралы И каким-то образом я тоже увлеклась этой атмосферой И попала в органный класс Кстати, у этого же педагога учился Александр Князев Который у нас будет в гостях у нашей культурной среды 10 марта, дорогие друзья Такая вот у нас сегодня 17 февраля И, получается, Нижегородская консерватория Выпускает очень ярких, замечательных музыкантов И, я так понимаю, в колледже или еще училище Вы там учились И, вернее, это уже даже в консерватории Вы тоже учились в Нижнем Новгороде Да, я миновала училище Вот поскольку я с детства занималась у Беллы Абрамны Альтерман По фортепиано Поэтому я сразу пошла в консерваторию после школы И закончила тоже Белла Абрамны И вот постепенно сначала в детстве начала заниматься органом Чуть-чуть у Галины Ивановны Козловой Потом, к сожалению, случилась трагедия Она нас покинула И уже в консерватории я перешла к ее ученице Одной из ее последних выпускниц С Татьяной Рудольфовной Бачковой И, собственно, у нее я уже заканчивала консерваторию и аспирантуру Ну, в аспирантуру вы уже пошли именно в орган И определились, что ваша судьба — это орган, а не фортепиано Верно? Да, и это произошло тоже благодаря моему будущему профессору немецкому Мартину Зандеру Потому что после второго курса, по-моему, Татьяна Рудольфовна Меня взяла с собой к нему на мастер-классы Это была моя первая поездка в Германию Мне было всего 19 лет И это произвело на меня такое колоссальное впечатление Вся эта атмосфера, эти огромные инструменты И сам профессор Зандер Что в этот момент, как я говорю, я приехала туда пианисткой А уехала уже органисткой То есть моя судьба была решена Ну, кстати, если я не ошибаюсь, Мартин Зандер говорит по-русски, да? Да И у него жена тоже кажется русской органисткой И такое ощущение, что к нему просто как паломничество российских органисток Потому что едут к нему учиться И очень многие остаются жить в Германии И я даже не знаю, возвращается ли кто-то после обучения у него в Россию? У него действительно очень хорошо налажен контакт с Россией Действительно, благодаря его супруге Наташе Зандер Она училась, кстати, тоже в Нижнем Новгороде И тоже у Галины Ивановны И дружбу с Татьяной Рудольфовной Бочковой Они еще ведут с тех далеких студенческих и общежитских времен И очень многие приезжают к нему, действительно Он прекрасно говорит по-русски, он великолепно владеет языком Возвращаются немногие, действительно То есть у кого как-то получилось устроиться здесь профессионально Из знакомых мне это Татьяна Рябова, если можно узнать Да-да-да, конечно, знаю А где она сейчас преподает, Татьяна Рябова? Она преподает, да, в училище А, в Нижнем Новгороде, она вернулась в свой родной город В Киров, она из Кирова А, она из Кирова даже Понятно Кстати, из Кирова наша замечательная виолончелистка, которая живет в Риге Ирина Валикжанина И Киров хорошо тоже знаком нашим рижанам Благодаря тому, что приезжала Татьяна Рябова, органистка Кирова И Елена Иванова Летягина, флейтистка Которая там учится, вернее не учится, а преподает и играет в симфоническом оркестре Такие вот ниточки по всему миру И, Мария, вот вы поехали учиться во Франкфурт на Майне к Мартину Зандеру И как вы потом оказались в Хейдельберге? Почему именно там? Дело в том, что в те времена еще попасть в Германию на обучение было достаточно непросто Это гораздо сложнее, чем сейчас и финансово, и по бюрократическим вопросам Вот, и поэтому я оказалась в Хейдельберге, опять же, благодаря профессору Зандеру Потому что он жил здесь Хейдельберг находится недалеко от Франкфурта Всего час езды И профессор Зандер уже тогда работал и во Франкфурте, и в Хейдельберге В той школе музыки, в которой я сейчас преподаю Вот, и поэтому я оказалась, собственно говоря, здесь Поближе к нему тоже, они мне очень сильно помогали И в бытовом плане, и в профессиональном Так получилось И после этого я уже осталась здесь Заканчивала аспирантуру уже в Хейдельберге у него же И сейчас, можно сказать, вот наследовала место Да Вы наследовали место как в Кирхен Мюзик, то есть церковная музыка Или преподаете концертный орган? И то, и другое Дело в том, что в этом общем обучении Кирхен Мюзик Церковный органист Там как бы два профилирующих предмета Это хоровое дирижирование и специальный орган То есть именно органная литература и органная импровизация Они разделяются здесь как два независимых предмета Это, в общем, нам, российским органистам, достаточно незнакомо Да, вот такое серьезное изучение отдельно литературы и импровизации Поэтому здесь свои преподаватели И вот я преподаю именно органную литературу Что значит органная литература? Органная литература, то есть именно органный репертуар То есть не импровизация, а именно исполнение органных произведений То есть интерпретация Это то, что как раз обычно в российских консерваториях, да? Да, вот, и здесь это либо часть обязательная и, как я уже сказала, профилирующая образование церковного музыканта Либо, если кто-то хочет это изучать углубленно, он может начать дополнительное образование Именно как концертный органист И такие выпускники у меня уже тоже есть Ну, кстати, в Европе, особенно в Германии, такое разделение есть церковный органист и концертный органист Здесь, в Латвии, Латвийская академия музыки, она унаследовала советский принцип консерватории И Санкт-Петербургской, и Московской консерватории, где как раз и обучалось большинство наших профессоров И нет так называемого церковного органиста И обучение приближено именно концертному исполнительству То, как обучают в Московской консерватории и даже в Нижнем Новгороде, где обучалась наша гостья Мария Мохова А в Германии это фактически два разных факультета Расскажите, Мария, вот чем отличается отделение Kirchen Music и концертное исполнительство? Вообще Kirchen Music это гораздо более популярное направление обучения Потому что это дает возможность работы последующей То есть работа именно кантером Поскольку Германия страна очень христианская То есть количество церквей огромное и протестантских, и католических То возможность для работы у кантера есть всегда Но именно невозможно, будучи только концертным органистом, устроиться вот на такую работу То есть нужно обязательно обучение хоровому дирижированию Чтобы кантер мог потом руководить хором или даже несколькими Обычно при церкви даже несколько хоров Отвечать за службы То есть исполнять именно не только органные произведения Но именно сопровождать литургию Это совершенно особый жанр И нужно тоже определенное количество знаний в этой области Также заниматься организационной работой То есть это очень такое объемное обучение И именно оно дает возможность работы Поскольку немцы народ очень практичный Естественно, они выбирают его То есть это такое достаточно универсальное образование Как немцы говорят, в каждом живет маленький Бах Да, вот как раз я об этом и хотела сказать Что самый великий кантер Это Иоганн Себастьян Бах Который служил в конце своего жизненного пути Ну вернее четверть своей жизни прослужил в Лейпциге И был именно кантером Занимал эту должность И заведовал всеми церквами Ну вернее не всеми Там тремя Потому что произошло разделение А вот сейчас сохранилось точно так же Что кантер может служить в нескольких церквях Или все-таки уже такое количество церковных органистов Что как бы кантер именно в одной церкви Как правило кантер все-таки в одной церкви Потому что если он будет в нескольких церквях У него будет проблема по воскресеньям Где он должен играть службу То есть невозможно сочетать Хоров обычно бывает несколько То есть просто с точки зрения заработка Обычно у всех бывает несколько хоров Но служба по воскресеньям практически всегда в одно и то же время Поэтому тут уже нужно определиться В какой церкви ты служишь? А вы, Мария, служите в церкви Или вы больше занимаетесь концертной практикой и преподаванием? Я работала около 10 лет в одной церкви с хорошим инструментом Но потом мне как-то пришлось это оставить Из-за большого количества концертов Потому что опять же служба всегда в воскресенье утром И если, например, в субботу вечером где-то концерт И далеко ехать, это в общем достаточно проблематично Германия – это одна из самых ярчайших стран Где находятся потрясающие органы Сохранившиеся даже со времен Иоганна Себастьяна Баха Какие инструменты произвели на вас самое большое впечатление? Может быть, есть какие-то самые любимые? Ну, если говорить о Германии Конечно, это, как вы уже упомянули Это инструменты Иоганна Себастьяна Баха И на одном из них мне посчастливилось играть концерт Это инструмент Хильдебранта Находится он в Наумбурге И производился Хильдебрантом под впечатлением Баха Считается, что Бах сам делал его диспозицию И там даже бумажки на регистрах сохранились С рукописными чернильными обозначениями И считается, что это тех времен И, например, когда концертирующие органисты приезжают Начинают делать регистровку Их предупреждают, что бумажки трогать нельзя То есть регистры надо задвигать по краешку То есть брать пальцами в кольцо Чтобы, не дай бог, не наследить на бумажках Потому что они с тех времен Инструмент совершенно потрясающий То есть, когда играешь на этом инструменте Становится понятно, почему такое количество баховских сочинений Написано про органу плену То есть исполняется целиком на плену И у нас всегда говорят Ну, это так тяжело для ушей Да, вот эта плена давит Эта микстура пищит И вообще там ничего не пищит Да, там божественный звук, действительно Да, и вот эта плена, да, если вы помните Она настолько сбалансирована И настолько приятна, что его просто Можно слушать бесконечно Действительно И, кстати, в этом, когда я тоже играла на этом органе Мне посчастливилось присутствовать На мастер-классах Ханса Фагиуса Он делал мастер-классы по творчеству Аганна Себастьяна Баха И все сонаты Феликса Мендельсона И его же «Прелюдии и фуги» И именно тогда я поняла То есть, органисты играют носком и пяткой И мы часто... И там стало понятно, почему Баха нельзя играть пяткой Потому что в Мендельсоне у меня как раз была такая аппликатура Где можно было... удобнее было играть пяткой Но там такие широкие клавиши, что мне это не удалось И пришлось за один вечер переучивать аппликатуру Чтобы на концерте можно было сыграть фугу Именно на этом органе И действительно уникальный инструмент Мария, вы переехали в каком году, получается, в Германию К Мартину Зандеру Мне очень хочется узнать На каких органах вы впервые играли Когда приехали и на мастер-классы И затем, и какие были у вас впечатления от знакомства с этой страной? Когда я еще приезжала на мастер-классы только То есть еще во время обучения в консерватории Профессор Зандер проводил мастер-классы каждые два года В Зальцгиттере В Зальцгиттере Рингельхайме Там тоже стоит несколько исторических инструментов Шикарное у меня было тогда впечатление Но, представляете, я выросла в Нижнем Новгороде Только на органе Шуке На котором мы играли все От Буксты Худа до Вьерна и Эбана и Рейгера и все что угодно И тут вдруг я попала на такое Конечно, это произвело неизгладимое впечатление На учебу я уже приехала в 2006 году Но мое такое первое сильное органное впечатление Наверное, вот именно с изначального периода Это связано с конкурсом «Пражская весна» На который я поехала буквально через два месяца после переезда Это был май 2006 года И там, конечно, вот эти все три с половиной тура Они тоже проходят на прекрасных инструментах Особенно часть второго тура, вот она в Тынкирсе Проходит с этим тоже прекрасным историческим инструментом И это, конечно, незабываемое впечатление Ну и, кстати, вы на том конкурсе получили вторую премию То есть весьма успешно выступили И кажется, там не была присуждена первая премия То есть фактически стали победительницей Там не была присуждена первая премия И по этому поводу ходила шутка Потому что все финалисты У нас было четверо финалистов И мы в финале играли обязательное произведение Семинорный хорал Франко И там есть такое очень неудобное место в середине Оно вроде бы нетрудное на третьем мануале Но достаточно неудобное И почему-то ни один из нас не сыграл его чисто И председатель жюри нам потом говорил Что тот, кто бы сыграл это место чисто Он бы получил первую премию Но поскольку ни одного чистого места не было То первую премию не присудили Фантастик! Я как раз учу этот Семинорный хорал Это потрясающая музыка А на каком органе вы играли Франко? Вы на той прошлой весне? Мы тогда играли Франко в финале Это был зал Сметаны Концертный зал филармонии Потрясающе! Дорогие друзья, у нас в гостях Органистка российского происхождения Мария Мохова Которая училась в Нижнем Новгороде Родилась в Нижнем Новгороде Сейчас преподает в Германии В Хейдельберге И Высшей школе музыки И мы вернемся к нашей беседе После небольшой рекламной паузы Не отключайтесь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы знаем, Вы слушаете Радио Болткома И мы продолжаем нашу культурную среду У нас в гостях Мария Мохова Мария, у Вас позади расположены две афиши Одна, где Вы на фоне какого-то грандиозного органа И второй, не менее грандиозный орган Расскажите, что это за инструменты? Одна афиша, которая находится посередине Это органный календарь Не совсем афиша Каждый год нам дарят Такие календари с изображением самых знаменитых органов Германии А вторая, это действительно очень памятная афиша Поэтому она здесь висит Это афиша из Кировского органного зала С которым у меня очень давние и теплые отношения И мы в 2016 году завершали сезон концертный Вместе с Кировским камерным оркестром С Константином Маслюком С которым у нас тоже очень давние и теплые отношения И мы исполняли концерт Слонимского Для органа и камерного оркестра Потрясающе Да, это как-то осталось в памяти А расскажите, что за концерт? Сергей Слонимский, если не ошибаюсь, да? Композитор Сергей Слонимский Вот у него совершенно замечательное произведение Называется «Славянский концерт» Для органа и камерного оркестра Замечательная музыка совершенно И очень большое удовольствие было ее исполнять И сотрудничать с Кировским камерным оркестром Приходилось ли вам еще играть этот концерт С другими камерными оркестрами? Этот концерт, к сожалению, нет Я пыталась его как-то здесь, в Германии, исполнить Но немецким камерным оркестром Как-то язык музыкальный Слонимского не очень лег Вот, поэтому этот концерт, к сожалению, нет А вот с тем же Кировским камерным оркестром И с тем же Константином Маслюком Мы два года назад еще делали тоже совершенно шикарный проект И исполняли концерт Ефима Подгайца Как интересно Это была мировая премьера Потому что он написал этот концерт Можно сказать специально для этого проекта Это его клавесинный концерт Очень известный, который он переделал для органа Аранжировал и получил совершенно замечательное сочинение И вот у нас была премьера два года назад Тоже в Кирове Он приезжал, работал с нами И запись есть в Ютубе, кстати И тоже работать с ним было огромное удовольствие Вообще, чего мы только не делали до короны Действительно Как интересно То есть, в принципе, вы, можно сказать так Продвигаете органную музыку современных авторов Кого еще любите играть из современных композиторов? Я очень люблю Тьерри Эскеша Это тоже совершенно замечательный французский композитор Очень популярный сейчас Мне кажется, в России его тоже знают Потому что он, если я не ошибаюсь, заведует органными концертами В Мариинском театре Как интересно Совершенно замечательный органист Уникальный, ни на что не похожий импровизатор И музыка у него совершенно шикарная Мне очень нравится Ну, а мы до этого еще говорили про органный концерт Что вы играли Концерт Сланимского, Подгайца И на первый взгляд кажется, что на самом деле Очень мало написано произведений для органа и оркестра Но, тем не менее, когда начинаешь изучать То есть и концерт Пуленко, и концерты Райнбергера И даже концерт Гайдна Приходилось ли вам еще играть какие-то концерты для органа С камерным оркестром или симфоническим? Да С камерным оркестром Это как раз были вот те самые концерты Гайдна Которые вы говорите Мы их обычно тоже с Кировским оркестром сочетаем Со Сланимским или Подгайцем Это очень такое элегантное сочетание Гендель Гайдн Ну, Гендель очень много концертов Они очень популярны Вот Еще есть совершенно замечательный Малоизвестный концерт Сальери Тоже для камерного оркестра органа И, конечно, более развернутые концерты Это Райнбергера Два концерта Прекрасная совершенно музыка Пуленк Тоже очень популярное сочинение Очень много играется Есть также Симфонические сочинения Просто с участием органа Да, как Синсанс, например И так далее То есть Все-таки достаточно много Хотя, конечно, с оркестром Удается играть не часто Это не самое популярное сочетание Но все-таки иногда Да, к сожалению Фортепиано с оркестром И скрипка с оркестром лидирует Конечно, нам, органистам Очень хотелось бы тоже играть Эти произведения Кстати, мне хотелось бы еще напомнить Что есть замечательный концерт Александра Федоровича Гейдики Для органа и струнного оркестра У него еще есть поэма Для органа арфа и струнного оркестра Действительно, музыки великое множество И вот симфоническая музыка В вашей концертной практике Занимает очень большое место И даже часто в биографиях Вы пишете, что У вас отличительная черта Вашего репертуара То, что вы увлекаетесь Транскрипциями Симфонических произведений Почему? У меня есть органный дуэт То есть очень давно 14 лет назад Да, если быть точной Господи, какие цифры У меня сложился Совершенно прекрасный дуэт С моим коллегой Бывшим однокурсником По Франкфурту Рудольфом Мюллером Это органист из Вёртсбурга И мы стали играть вместе Именно на органе В четыре руки В четыре ноги Или для двух органов Но весь репертуар Который существует Для такого состава То есть именно Для органного ансамбля Что очень непопулярно Весь этот репертуар Мы переиграли буквально За два с половиной концерта И у нас стал вопрос Да, мы хотим играть дальше Но, собственно, что? Потому что музыки немного И мы начали перекладывать сами И как раз именно такой состав То есть два органиста Дает огромные возможности Звуковые возможности И технические Именно для симфонических произведений Потому что четыре руки Четыре ноги Три мануала Большое количество регистров И мы стали перекладывать И это пользуется Огромной популярностью У нас тоже есть в Ютубе Различные видео Это и бренденбургские концерты Баха Два из них мы сделали И двойной концерт Баха для скрипки Игабоя Дивертисмент Дюруфле Симфонии Вьерна Скерца Брукнера И так далее И мы продолжаем этим заниматься Потрясающе Очень интересно Часто ли вам удается Играть вместе? Все-таки в разных городах Находитесь И как вы репетируете? Ну, как правило Одному из нас приходится приезжать К счастью, Германия очень маленькая Поэтому даже от Версбурга До Хайдлеберга Это где-то три часа Поездом И Такое удовольствие От репетиционного процесса Что не жалко В общем День Потратить это время На это потратить Да И как раз Еще когда концерты шли Очень активно В общем Мы выяснили Что именно такой состав Производит Большое впечатление И пользуется Большим спросом То есть мы играли В совершенно прекрасных местах В том числе В том же Наумбурге Мы играли тогда Именно дуэты концерта И делали для него тоже Специальное переложение Ре-мажора Баха Потому что соль-мажор Там не хватало нот Да Вот пришлось переложить Еще один концерт Ре-мажор Чтобы Чтобы хватило И Различные фестивали Да Мы были на фестивале Мы играли в люцерне В позапрошлом году Мы играли в кафедральном соборе Франкфурта И в концертном зале Висбадена То есть Это достаточно необычное Сочетание Да Органный дуэт И здесь оно действительно Пользуется большой популярностью Потому что солирующих органистов Очень много И В общем Конкуренция Огромная Поэтому мы намерены продолжать Сейчас К сожалению Из-за короны Опять же Мы мало что можем делать Но мы недавно записали Одно видео Когда Он записывал свою партию В Вёртсбурге Я записывала свою партию В Хайдельберге С наушниками И мы это сводили У нас есть такая записи Как интересно Когда мы с вами обсуждали Тему интервью Вы сказали Я бы хотела рассказать О кунг-фу Конечно Для меня это Совершенно необычно Но и вот Я думаю Точно так же Для наших слушателей Да Я занимаюсь Стилем кунг-фу Который называется Винчун Это Старинный стиль Кунг-фу Разработанный Шаолинскими монахами Во время Китайско-японской войны Дело в том Что этим монахам Шаолинским По религии Запрещено брать В руки оружие И японцы Так сказать Просто их уничтожали И тогда Они выработали Из древнего Средневекового Стиля Особый стиль Самозащита Это называется Безоружная защита То есть это Именно не активное Нападение А защита И поэтому Очень пользуются Большой популярностью Здесь У детей Подростков И девушек Именно как Средство защиты Потому что Не нужно обладать Большой физической силой И можно изучить Как направлять силу Противника Против него Самого И это Очень интересный стиль Я занимаюсь Им давно И постепенно Я увидела Что Там Очень много Элементов Определенных Которые Можно перенести Также В органное Исполнительство Именно физических Элементов Потому что Орган Как никакой Другой инструмент Предполагает Вовлеченность Физическую Мы не стоим Ногами на земле Как все остальные Инструменты Мы ими тоже играем То есть Тело находится Постоянно на весу И вот это Физическое участие Оно очень сильно Отражается В том числе На звуке И вообще На процессе Исполнительства Я увидела Очень много Параллелей Я стала применять Кое-какие навыки И применяю их Сейчас в том числе В педагогике И мои студенты В большом восторге Потому что Это в общем То Чего им никто Никогда не говорил Вот Это В принципе Очень такие Известные И фундаментальные Законы Это как напряжение И расслабление Вдох и выдох То есть Это вот Инь и янь Сочетание И Очень хорошо Можно применять Именно в исполнительстве Потому что Одна из главных проблем Это зажатость Это зажатость мышц Сокращение дыхания Потому что Когда трудный текст То Читаешь И забываешь дышать Дышишь где-нибудь В конце Вот И Конечно же Сценическое волнение Естественно То есть Волнение перед экзаменами Волнение на сцене И вот Можно очень хорошо Применять все эти навыки Действительно Получается замечательно По крайней мере Есть у меня Такая специализация И студенты В большом восторге Сколько лет Сколько лет вы уже занимаетесь Кунг-фу Уже восемь лет Да Действительно Хороший срок И Я впервые слышу Что можно так вот Перенимать То есть фактически Спортивные Часто говорят Что спорт и музыка Очень близки И Потому По повлеченности То есть Это с детства И на всю жизнь Единственное Что мы Не так себя калечим Но Смотря Кто-то и руки Переигрывает Кто-то и ноги На органе И многие говорят Что Органист и спина И проблемы со спиной Это тоже Как две Составляющие Каждого органиста И вот Мария Как раз Придумала новую методику И наверное Тогда уже нет проблем Со спиной Если заниматься Кунг-фу В принципе нет Да То есть я могу сделать Такую рекламу С стилем Винчуна Вот Потому что Опять же Все проблемы со спиной Они от Зажатости верхнего корпуса И от Недостатка дыхания То есть мы Вдыхаем гораздо больше Чем выдыхаем Да И задерживаем дыхание И от этого Возникает напряжение В верхней части спины И если следить за этим То плечи будут опущены И Напряжение уйдет Да И особенно в трудных местах Сразу Когда учишь Сразу дышать В эти моменты Потому что Бывает такое Что даже фактически Мы это дыхание Неправильно заучиваем Когда занимаемся У меня кстати Был вопрос И он у меня вылетел О вашем концертном дуэте Рудольф Мюллер Правильно? Приглашаете ли вы ассистента Или за счет того Что вы играете вдвоем Вам уже ассистент не нужен? Мы делаем все сами То есть у нас Все отработано Мы печатаем ноты Таким образом Чтобы один Мог переворачивать Всегда И как правило Регистровку Если только это Неручные регистры То есть если это Кнопка Либо около живота Либо внизу Вот Мы как правило Тоже распределяем Все это пишем в нотах И делаем сами Конечно Потому что иначе Если два человека играют И еще один или два стоят Это уже какая-то Толпа вокруг органа Уже очень много Да, такое часто бывает В Домовском соборе у нас Потому что у нас Естественно Не автоматизированная Система переключения регистров И есть замечательный дуэт Орган Дуа Илона Биргеле И Диана Яунзема Портная И два ассистента Как раз по бокам Получается Когда это смотришь Сейчас почти все концерты Транслируются Когда они проводятся Конечно Сейчас ничего не транслируется И это очень интересно Два органиста За инструментом И два ассистента Еще И получается Такое Фактически Как симфонический оркестр И вот Расскажите Нашим слушателям Еще о современных инструментах Которых Великое множество Уже в Германии Где почти все инструменты Современные Это с управлением Зетцер Можно Органист Может сам управлять Насколько это Удобно Или наоборот Неудобно Это удобно Конечно Безусловно Это очень сильно сокращает Время регистровки Перед концертом Опять же Не надо выписывать Там Плюс 15 Минус 13 И так далее То есть Это конечно Безусловно Удобно К чему мы не очень Приучены По крайней мере В Германии Это регистровать Самим То есть Например Во Франции Это Такой Обязательный Обязательный момент В органном образовании То есть Там практически Все органисты Всегда помогают Себе сами Играют Часто наизусть То есть Там принято Вообще Обходиться Без ассистента А вот В Германии Как-то не так То есть Здесь ассистент Все-таки бывает Но Как правило Управление Происходит Зайцером И это конечно Очень удобно Для всех Но Нужно Соблюдать Осторожность Чтобы На одну комбинацию Не записать Две регистровки Ну Естественно Получится Одна И например В тихом месте Может орган Зарычать На плен Вот Здесь нужно Конечно Ну Ночами Это сложно А вот Когда в обычное Время То гораздо Легче Сделать Регистровки Мария Удавалось Ли вам Играть На французских Органах И можете Ли вы Нашим Слушателям Рассказать Отличия Немецких Органов От французских Да Конечно Приходилось Вот И на Конкурсах Различных И концерты У меня Бывали Во Франции Основные Отличия Наверное В звучании То есть Французские Органы Обладают Большим Количеством Так называемых Язычковых Регистров То есть Которые звучат Как Духовые Инструменты Они очень Красивые Это как бы Некая Французская Марка Поэтому Французская Музыка Она сразу Представляется В идеале Вот В этом Язычковом Звучании И они Конечно Там Совершенно Великолепные То есть От Мягких Красивых Солирующих До Это Наверное Одно Из главных Отличий Ну и Тот Момент Что Когда Играешь Концерт Или участвуешь В конкурсе Во французском Не предполагается Выдача Ассистента То есть Приходится Все делать Самому И если Ты не очень К этому Приучен То Это Конечно Дополнительный Стресс И очень Большая Дополнительная Нагрузка Но Орган Дого Стоит Да Там Действительно Совершенно Другие Инструменты И именно В 19 Веке Французы Как бы Создали Новый Тип Орган Это Симфонический Орган И Наверное Высшим Стал Орган Аристида Кавая Коля И Многие Сохранились И Органисты 19 Века Сезар Франк Луи Вьерн Шарль Ведор Они писали Уже Для каждого Конкретного Инструмента Свои Произведения И Луи Вьерн И Шарль Мария Ведор Пошли Дальше Они Для Симфонического Органа Стали Создавать Органные Симфонии Произведения Которые Продолжительностью От 20 До 40 Минут Действительно Уникальные Произведения И Жаль Что они Не так Часто Звучат Мария У вас Достаточно Много Записей В ютубе Какая Ваша Любимая Запись Нашим Слушателям После Эфира Наверное Моя Самая Любимая Запись Именно Нашего Органного Дуэта Это Дивертисмент Дюруфле Очень Красивая Запись Я до сих пор Иногда Переслушиваю Это Очень Поэтическое Сочинение И Тот Редкий Случай Когда Симфоническое Сочинение Не только Ничего Не потеряла От органного Переложения Но Можно сказать Даже Выиграла Потому что Дюруфле В первую очередь Прекрасный Органный Композитор С великолепными Сочинениями Для органа И поэтому Это тоже Звучит Очень органично На каком Органе Вы записывали? Мы записывали В Вюртсбурге У моего коллеги Рудольфа В распоряжении Совершенно Прекрасный Орган Штайнмайера С 32 футами Тремя Мануалами В прекрасном Состоянии Такой Универсальный Орган Который Тоже Сейчас В основном Строят И Там Сделана Запись Это большой Трехмануальный Орган Или даже Четырех Трехмануальный Но Диспозиция Очень Хорошо Продумана То есть Там Большое Количество Возможностей Регистров И 32 фута Рудольф Сделал Уже Несколько Лет Назад Это Была Его мечта Многие Выдающиеся Органисты Им уже Их просят Сделать Диспозиции Органов Потому что Каждый инструмент Уникален И для каждой Церкви Строится Орган По То есть Именно Рассчитанный На определенное Здание На определенную Акустику Приходилось Ли вам Делать Регистров Делать Диспозицию Для какого-то Органа Пока Еще Нет Но я надеюсь Что все впереди Но вас это Не пугает То есть Согласились бы вы Конечно Конечно Я думаю Что Когда Занимаешься Так много Именно Концертной Практикой Есть уже Вот какие-то Определенные Пожелания Например Кажется Что бы было Сильно практичным Что можно было Сделать Какие усовершенствования Или каких регистров Обычно Всегда Не хватает А каких Не хватает Обычно Вот Лично вам Как правило Всегда Не хватает Каких-нибудь Красивых Регистров На третьем Мануале То есть Каких-нибудь Швейбунгов Еще Чего-то Это в общем Достаточно Редко Почему-то Строится И Красивых Языков Конечно Красивых Языков Всегда Очень Сильно Не хватает В России Достаточно Мало Органов И Если Например Здесь В Латвии Около Трехсот Органов На Такую Небольшую Страну То в России Всего лишь Около Ста Духовых Настоящих Инструментов И Редкие Филармонии Могут И концертные Залы Могут Позволить себе Построить Новый Орган И Часто Ставят Электронные Дигитальные Органы Как вы К этому Относитесь Хорошо Лишь Что Дигитальные Органы Стали Использовать Не только В учебных Целях В качестве Домашних Инструментов Или даже Обучающих Инструментов Что это Инструменты Которые Стали В церквах Стали В концертных Залах И на них Звучат Уже Обычные Концертные Программы Ну вы знаете Вообще Это Очень Сложный Вопрос Он Так скажем Этически Сложен Потому что В принципе В Германии То же самое Сейчас Развиваются Фирмы Определенные Которые Строят Органы С сэмплами С одной С одной стороны Это Очень Очень Удобно И Понятно Что Если У органиста Может быть Никогда За всю Жизнь Не будет Возможности Поиграть В Нотр-Дам То Хотя бы Поиграть С ощущением Этого Органа Это В общем Великое Дело И я считаю Что Для Домашних Занятий В общем-то Ничего Лучше Не придумано Второй С другой Стороны Если Обучаться Например На этом Органе То есть Такие Понятия Как как артикуляция, как, например, барочная артикуляция, это уже гораздо сложнее, то есть это практически невозможно передать, если орган не механический. И то, что касается именно концертов, проходящих на этих органах, то, конечно, для публики это может быть очень эффектно, но, так скажем, большая этическая проблема, которая стоит за этим, которая обсуждается в Германии, например, что, в принципе, это ведет, естественно, на купатку органных фирм, которые строят большие органы, потому что разница в цене, естественно, просто... Колоссальная. Да, настолько огромная, что сейчас даже в Германии уже некоторые церкви, например, стали заказывать такие органы просто потому, что они в разы дешевле, а органные фирмы, естественно, из-за этого очень страдают, а если как бы традиция органных фирм не будет продолжаться, то, в общем, да. Да, если она не будет поддержана, то приведет к тому, что даже не то, что новые органы не будут создаваться, но некому будет ремонтировать и реставрировать то, что нам осталось. И это, конечно, очень важно, чтобы существовали и поддерживались эти потрясающие инструменты, которые, например, здесь, в Латвии, в Уголе, есть инструмент 1700 года. Это только представить, что инструмент, когда был установлен, когда и орган Себастьяну Баху было всего 15 лет. И если не будет мастеров, не будет органных фабрик, которые делают новое инструментство, и не будет передаваться эта замечательная традиция. Конечно, мне как органистке хочется, чтобы и продолжали существовать настоящие органы. И я думаю, Мария точно так же. Сколько у вас инструментов в вашей высшей школе в Хейдельберге? В нашей школе, в самом здании школы, у нас есть один большой учебный инструмент. В концертном зале это универсальный инструмент фирмы «Шигниц». Также есть пять органных классов для самостоятельных занятий с маленькими инструментами, но достаточно практичными. Но прелесть Хейдельберга еще и в том, что это старый университетский город, и здесь достаточно много церквей с прекрасными инструментами. И несколько из них тоже сотрудничают со школой. То есть, например, у меня один раз в неделю проходит занятие именно в школе, а один раз в неделю мы занимаемся в церкви с двумя очень разными инструментами. Один фирмой «Крэмер», который создавался во время Моцарта. Да, это старый инструмент, которому тоже сейчас нужна реставрация, возвращаясь к нашей предыдущей теме. И один совершенно замечательный «Валькер». Это фирма, очень известная в России. И в Латвии. У нас в Домском соборе как раз орган фирмы «Валькер». Потрясающий орган еще в церкви святого Павла. И в Москве тоже в церкви Петра и Павла, где, я знаю, вы тоже часто играете. В Москве Петра и Павла заур. Заур, точно. «Валькер» я даже не помню. Мне кажется, где-то есть в Санкт-Петербурге. А в Москве, кажется, «Валькера» ни одного нет. Да, вот. Но вот в нашей церкви стоит «Валькер», тоже совершенно замечательно реставрированный, начало XX века. И вот мы занимаемся там. Поэтому в Хайдельберге в этом плане достаточно удобно. То есть можно много различных именно инструментов найти в соответствии с репертуаром. Это, конечно, тот люксус, которого наши российские студенты... Лишены. К сожалению, не лишены, да. Да, и даже латвийские, потому что здесь у нас в основном представлена романтическая традиция органостроения. А вот именно барочных органов у нас нет. И нужно ехать только в угол, а это достаточно далеко. Дорогие друзья, к сожалению, наша передача подходит к концу. У нас в гостях была органистка российского происхождения Мария Мохова, преподавательница высшей школы музыки в Хайдельберге. Мария, спасибо, что уделили нам внимание. Желаем вам творческих успехов. И скорее бы, чтобы концерты вновь начали звучать и у вас в Германии, и у нас в Латвии. Спасибо. До новых встреч. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Мы знаем. Вы слушайте. Радио Болт.